И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать у микрофона как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем выживать на такой прекрасной планете как Марс. За кадром произошли достаточно большие изменения, по большей части, большая часть этих изменений касается времени, проведённой мною на базе. Я достаточно большое количество ресурсов здесь производил, перерабатывал, весь этот гравий, всё это большой и нудный процесс. В итоге количество кислорода, которое осталось у меня в резерве, составляет 20% примерно, по отношению к прошлой серии, где было всего около 80, то есть буквально по масштабам этого можно всё понять. Я расширил здесь также печечку немножечко, чисто для того, чтобы было всё удобнее пережаривать, и занимался как раз-таки наработкой всех ресурсов, которые мне пригодятся здесь вот на эту серию. Количество ресурсов, которые у меня сейчас есть, выглядит именно таким вот образом. Количество алмазов здесь очень маленькое, всё потому, что все алмазы я пускал на вот эту вот систему по добыче СИД, и благодаря вот этим просеивающим механизмам у меня получалось добывать гораздо большее количество разнообразных ресурсов, чему я несомненно рад. На эту серию, конечно, планы грандиозные и наполеоновские, хотя бы потому, что наша цель сейчас, помимо того, чтобы просто хотя бы начать добывать энергию, начать добывать ещё и кислород. Также я не помню, говорил ли я за кадром или нет, но батарейка, которая у меня здесь, она просто пришла негодность. Да, с этим ничего не попишешь. Я уже начал здесь вот примерно разбросывать систему по добыче кислорода, мы будем ещё с вами экспериментировать, но это будет у нас в дальнейшем. Наша сейчас основная задача будет состоять в том, чтобы, в принципе, как-то начинать всё это у нас делать и производить. Первым делом я хотел бы сделать небольшой драм, именно из железа, чисто для того, чтобы он был, и начинал уже хотя бы пока что в данном формате накапливать лаву. То есть я беру вот отсюда лаву, которая перерабатывается благодаря не самой простой автоматизации, и помечаю её сюда, но, конечно же, всё это делать вручную было бы очень большим тупостью. Поэтому я хочу сейчас сделать трубы. Вот такая вот мне нужна, получается, трансфер нода, и также нужны мне трансфер нода пайп, для того, чтобы как раз-таки это всё у нас производилось и забиралось. Скрафт простой до ужаса и не составит никаких проблем. Стекло слабо, и всё это у нас, по идее, должно быть уже в наличии. За кадром я как бы готовился, но всё сразу подготовить, конечно же, нельзя, но будет постепенно. Также подготовка пока идёт, я хочу скрафтить ещё один, пожалуй, баллстоун генератор сразу же. Ага. Я знаю то, что мало кислорода, отстань система. Ещё один баллстоун генератор я скрафтил. И также, как предыдущий, я его апгрейджу, получается, до нового тира. Он как раз у нас и будет заниматься тем, что будет поставлять, получается, наш крусибл, весь этот булыжник в неограниченных объёмах. Так, вот эти вот трубы я крафчу. Самые банальные, не замороченные из модера Extra Utilities. И также ноды я у нас тоже крафчу успешно. И помимо обычной ноды, я скрафчу сразу себе и вот такие вот трансфер ноды, которые будут отвечать за переноску у нас, получается, предметов, что тоже мне будет очень сильно полезно. Получается, вот этот вот хоппер нам здесь больше не нужен. Сюда мы, получается, подключаем обычную ноду. И обычной трубой мы соединяем. И весь булыжник у нас сразу попадает в крусибл. И то же самое я, получается, с нашим драмом проделываю. С нашей, получается, бочкой. Если правой кнопкой мыши я буду сюда тыкать, то я буду видеть динамическое количество лавы в этой бочке. Замечательно. Лава у нас пошла копиться. Она нам очень сильно пригодится, когда мы эту лаву будем использовать для того, чтобы получать энергию. Энергию я планирую получать благодаря магматическому генератору, который крафтится, в принципе, несложно. И все у нас практически есть для его первого строительства. Я понимаю то, что можно было бы, конечно, использовать не сам генератор. Можно было бы использовать более экологичный вид генерирования топлива в плане, допустим, ветряков или солнечных панелей. Но ресурсов на это у нас нету. Точнее, машин, которые смогли бы производить эти самые ресурсы. Мы придем к этому рано или поздно. И магматический генератор мы с вами сделали успешно. И получается замечательно, у нас здесь он стоит. Если мы зайдем, мы увидим интерфейс, куда мы должны поместить лаву и будем получать RF энергию, которая нам необходима. И для того, чтобы он начал работать, мне снова понадобится вот этот вот трансфер нода и трансфер пайпа. Мы сюда вот подключаем и сюда вот тоже мы подключаем. Вот это вот, конечно же, у нас лишний чембер подключен к системе, но это ничего страшного. Начала у нас производиться энергия. Около 20, по-моему, RF у нас затих получается благодаря этому методу. И пока что нам будет этого хватать. Я надеюсь. А питать я хочу опять-таки вот этот вот Oxygen Collector, который, в принципе, является целью нашей на эту серию. Oxygen Collector для того, чтобы скрафтить, нужно много стали и всего прочего инструментов. И самое основное, что нам для этого нужно, это компрессованные ресурсы и инструменты. В частности, как ни странно, нам нужны компрессаторы. Это специальные такие машины, в которых мы могли бы компрессовывать эти самые предметы. А для того, чтобы сделать компрессоры, нам нужна вот такая вот Basic Wafer, который красится у нас только в фабрикаторе. А для того, чтобы скрафтить фабрикатор, нужно очень много разных бесполезных, на первый взгляд, инструментов. Хорошо, что за кадром я добыл достаточно большое количество алюминия и всего прочего, для того, чтобы сделать как раз-таки все необходимое. Не все необходимое я набрал. Нам не хватает, как ни странно, шерсти. Блин, а вот этого я никак не мог ожидать. Подстава. Но у нас есть силквормы, которых мы можем с вами использовать для того, чтобы как раз-таки надыбать все необходимую нам и шерсть, и все на свете. Конечно, такой подставы я не ожидал вообще никак. Но пока я могу констатировать только тот факт, что из-за этой шерсти у нас стало изучение фабрики. И почему я не могу сделать этот фабрикатор, не используя этих проводов дебильных? Ну ладно. Пока у нас там производится каким-то образом шерсть, будем думать, что нам нужно дальше для коллектора. Нам нужна, по идее, сталь. И сталь я предлагаю брать из мода механизм. А я могу ее получать с помощью стилдаста в нашем инфьюзере. И этот инфьюзер нам нужно скрафтить для того, чтобы получить необходимые нам ресурсы и инструменты, а именно сталь. Этот инфьюзер красится у нас не так сложно. Всего лишь железо, печки и осми. Все это у меня уже давно есть. Металлический инфьюзер мы забираем. Пока что, я думаю, его и одного хватит. Не знаю, давайте впритык поставим. Энергия запиталась у нас от нашего генератора. Давайте пока начнем производить сталь. Для стали, как ни странно, нам нужен какой-нибудь вид угля. Самый оптимальный, который мы можем здесь сделать, это древесный. Поэтому сейчас будем все это потихонечку оборудовать и придумывать. Так, инфьюзер у нас пошел работать. Но одного инфьюзера у нас, конечно же, мало по скорости. Поэтому давайте скрасим себе заодно и второе. Пускай они вдвоем здесь трудятся. Я думаю, у нас генератора хватит. А если не хватит, то мы его что-нибудь обязательно еще придумаем. Как я вижу, просто у нас по количеству лавы. Она у нас прирастает. Значит, нормально все. Значит, не пережевываем просто. Это все мы. И для того, чтобы получить как раз-таки вот эти вот стальные кусочки, мы должны, получается, железо повторно обогатить в инфьюзере. Для этого я скрафтил их два. И именно поэтому в первом, получается, инфьюзере у нас производится не до конца образованное железо. А во втором инфьюзере как раз-таки вот эти вот стальные кусочки у нас и получают. Со сталью мы разобрались. Я думаю, что вот этого одного стака стали, который мы получим по итогу, хватит. Что еще нам необходимо? Сталь у нас есть. Стин у нас есть. Все у нас есть, по идее. У нас нет только компрессора, по-хорошему их сразу несколько надо скрафтить Давайте остановимся на цифре 3, то есть мне нужно скрафтить 3 наковальни И по идее у нас уже шерсть почти на подходе и почти она у нас сделана Сейчас ее нужно лишь немножечко добыть Практически впритык мне хватило по шерсти, для того чтобы сделать конечно наши провода Но ничего страшного, главное что хватило в принципе И наконец я провода крафчу, и крафчу получается я наш фабрикатор Ух ты, как много всего у нас высветилось сразу, ладно Получается его пока что, давайте сюда вот подключим Главное что у нас здесь запиталась энергия и все наше непотребство Получается теперь мы должны скрафтить компрессор А для компрессора нам нужны вот эти вот базик вейфры Это получается силикон, алмаз, редстоун и факел Последний алмаз я сюда получается запихиваю Получается для компрессора нам не хватает всего лишь силикона Единственный вариант получения силикона, который я могу себе сейчас представить Это передробление получается песка в крашере Крашер у нас крафтится из самого сложного, это микросхемы Микросхемы мы сможем получить только в металлическом инфьюзере Уже челлендж, да, у нас они оба заняты Ну ладно, ничего страшного И получается вот эти вот стилкейзены, которые в принципе у нас есть И все для них готово Тем не менее у нас сталь первая получается уже подготовилась И первую стилкейзен мы сделали Теперь нужно придумать способ сделать крашер Самое сложное Пока я все равно жду, когда у меня там вот эти вот наши механизмы освободятся Я решил немножечко заняться модернизацией И просеять небольшое количество пыли Для того, чтобы заиметь побольшее количество редстоуна Вдруг пригодится нам в будущем А он обязательно пригодится И раз у меня есть возможность, я как раз таки продемонстрирую вам Как происходила вся эта просейка Я просто вставал вот на эту просеивательную платформу И зажимал правую кнопку мыши Автоматически распределялись все ресурсы по всем нашим ситам И все это автоматически просеивалось Благодаря просейке у нас получилось Достаточное количество редстоунов надо добыть И также произвести вот эти вот получается микросхемы Крашер мы успешно получается с вами крафтим благодаря этому И вот сюда вот его пожалуй разместим сейчас И нам нужно раздобыть песка Давайте хотя бы стак сюда вот разместим И получается должны у нас сейчас производиться Телеконовые части Замечательно Теперь получается вот этот крашер можно отсюда сносить Обратно вот этот вот получается фабрикатор мы сюда ставим Энергия пошла Это пошла, это пошла, это пошла И сюда вот вам алмаз мы закинули Сразу три вафера мы получили И получается компрессора Сразу три мы должны были скрафтить Если бы у меня в интере была копер А она у меня успешно есть И три компрессора мы тедыш сделали Их вот сюда вот пожалуй пока что разместим У них нет никаких проводов, ничего абсолютно нет А все потому что они у нас самые базовые И они так в принципе и называются Базовые ваферы Теперь мне нужны вот эти вот пластины Сталь у меня по идее произвелась вся Пускаю ее на переработку Девять кусочков здесь у нас пусть производится Внимание, уровень кислорода критический Осталось десять процентов Да-да-да, все десять процентов я помню Теперь мне нужно получается закинуть алюминий и тин Ну давайте по стаку хватит я думаю закинуть Им нужно будет задуматься сейчас О способе производства энергии Пожалуй мы сейчас этим и будем заниматься Давайте вот так вот возьмем Теперь пока что мы сносим вот этот вот инструментник наш И пускаем на пережарку как раз таки Вот это наше железо и родстоун Для того чтобы произвести необходимый нам сплав Который мы будем использовать как трубы Благодаря которым мы будем передавать эту самую энергию Ведь передача энергии нам нужна как никогда здесь будет Вот кстати наши пластиночки начали производиться И потихонечку мы давайте с ковами будем крафтить Вот этот вот наш коллектор Самое как мне кажется трудное я сделал Это концентратор Теперь у нас здесь он стоит и имеется А на остальное опять таки не хватает ресурсов Но рано или поздно они у нас здесь произведутся Мы плавим железо и родстоун Получаем мы с вами получается вот этот вот Molten Conductive Iron По идее он нам и нужен наверное И его мы будем вот сюда вот переливать Замечательно уже формочки он начал принимать Давайте хотя бы одну штучку чтобы я посмотрел Как из себя можно скрафтить Вот эти вот самые энергетические кондуиты А для того чтобы из них получились обычные кондуиты Нужно не что иное как вот эти вот кондуитные биндеры Ну а в свою очередь кондуитные биндеры Есть не что иное как обычный клей Гравий и песок Так кондуитные биндеры мы уже скрафтили И успешно это все мы отправляем на пережарку Загвоздка Не ожидал я такого на самом деле Нам не хватает для крафта коллектора Вентилятора А для вентилятора нужна вот опять таки Базик вафер А базик вафер это опять таки Это фабрикатор в который нужен опять алмаз Давайте пока что мы будем потихонечку это делать Для того чтобы получить алмаз которых у нас к сожалению нет Мне придется сейчас снова просеивать гравий Но от этого никуда не деться Пока я не начал просеивку гравия Первые провода я успешно крафчу Вот они так вот у нас выглядят Не важно какое количество энергии они смогут у нас производить и переносить Главное чтобы они у нас были в принципе Я переработал часть гравия не все то что я взял Но тем не менее даже этого количества мне вполне хватило Для того чтобы выбить себе небольшое количество алмазов Которые думаю мне на все про все хватит Все получается я закинул снова сюда наш фабрикатор алмаз И процесс у нас заново пошел Конечно же меня это радует И получается сейчас я должен сделать последние приготовительные штришки А именно я хочу взять немножечко тина И переработать это вот в такие вот тиновые блоки И тиновые блоки я хочу переработать вот эти вот Стиолит алюминиевые провода Как ни странно это звучит А также я забыл Мне нужны вот такие вот специальные флюид пайпы Для того чтобы передавать этот самый кислород Для этого нужно стекло У меня есть немножечко Я думаю этого хватит Только есть с крафтем Если что потом докрафтим Ничего страшного Получается я хотел всего лишь скрафтить Это флюид пайп и алюминиевый вайр Это те самые блоки Которые помогут мне доставать Различные ресурсы Из нашей базы наружу И из наружи получается сюда Без лишней разгерметизации Для того чтобы не нарушать целостность всего объекта Мне нужно лишь проверить Будут ли коннектиться обычные наши провода с этим блоком И конечно же это ничего не коннектится Кто бы сомневался Так и теперь крафтюр получается Последний необходимый нам ингредиент Это вентилятор И крафтюр коллектор наш Все успешно Это вот просто невероятный успех Теперь же мне нужны получается Вот эти вот наши оборудования надеть И попытаться как-то это все соорудить Так чтобы это все работало Я знаю то что мне нужно будет вот сюда вот Плюет пайп Каким нибудь образом запихнуть Получается здесь у нас будет выходить кислород А здесь получается должна входить туда энергия С этим мы обязательно что-нибудь придумаем Если мы просто сейчас выбежем наружу И поставим этот коллектор То конечно же ничего у нас не произойдет И чудо не случится И просто так этот коллектор у нас собирает кислород не будет Для того чтобы он собирал кислород Мы должны его со всех сторон обложить Листвой Так получается здесь у нас как раз таки Выходит энергия А здесь должен выходить кислород Если я все правильно сделал Нет Все я не сделал неправильно конечно же Все теперь правильно сделал Ну ключа нет Поэтому выкручиваемся как можем 0 метров в секунду Это потому что нет у нас энергии Сюда подведенной Сейчас мы это все решим Не переживаем Кислород мы должны вот сюда вот вывести Который у нас будет собирать С этой штуки у нас законнектилось все дело И нам по хорошему создать побольше вот этих вот проводов А для того чтобы создать побольше этих проводов нам нужно Что правильно шерсть Поэтому я собираю вот эту вот нашу Шерстяные ниточки Почему то непонятным образом У нас крюк нормальный адекват Не хочет здесь работать Ну да и ладно Хватит ли мне этого количества или не хватит Тадрич Мне проводов хватило Давайте побежим скорее в наше здание Пока у нас весь кислород не кончился основательно И попытаемся как раз таки соединить блоки А как я это собираюсь сделать Я что то не подумал об этом Плохо Плохо то что я не подумал Какой-то дичь я творю на самом деле Ну ладно Так Эта труба сюда подконнектчивается Замечательно Вроде заработала Я скрафтил вот здесь вот Трансферд нот энерджи Крафт у него изящный И это не составило труда И благодаря экстра утиритис Галактикрафт Заработал Наконец-то Значит я добываю В теории Опять-таки Я добываю кислород у нас А именно вот этот наш коллектор должен собирать Да У нас собирает 16 единиц Получается кислорода в секунду Но получается кислород у нас здесь даже скапливать не успевает Он у нас просто улетучивается Из-за видимо чего-то Нам сейчас получается нужно лишь Установить Благодаря деревянным ножницам Минимальное В принципе рабочее расстояние этого коллектора Чтобы максимально его эффективно здесь установить Объявляю рубрику Эксперимент у нас открытый Сейчас он собирает 0 Без абсолютно всех листьев Я ставлю 1 2 Собирает 2 получается в секунду Замечательно 4 Поставил 3 Вырабатывает 4 Хорошо Ага 6 Это видимо предел у него По одной из сторон То есть даже вот Получается Получается он работает на 1 2 3 4 Блока От него он вырабатывает энергию И мне получается нужно создать Гигантский гигантский купол Где он сможет вырабатывать Эту самую кислородную Зависимую То есть 1 2 3 Каждую сторону примерно По такому количеству У нас получается Листьев Он будет у нас Эффективно все это вырабатывать Это вверх Получается вниз И разные стороны Главное что у нас началась Это выработка кислорода Энергии как я вижу Здесь хватает за глаза Благодаря такой чудной конструкции И это все должно Отсюда конечно же В скором времени переехать Но пока Некуда У нас база маленькая Но я думаю То что скоро мы Расширяться с вами будем Возможно это мой Последний раз Выход Вот сюда Получается в космос Поскольку кислород У нас сейчас просто Кончится И мы просто Ничего не сможем сделать Кстати вон уже Какие-то партиклы пошли То что вот кислород Из этих лисев собирается Да конечно Мы сейчас обьюзим механики Ну блин Извольте это Майнкрафт Вы что реально думали То что мы каким-то образом Могли бы добывать Здесь без особых проблем Воздух Самый на мой взгляд Эффективный способ Здесь добычи Кислорода Именно здесь вот Когда я говорю Я имею ввиду Марс Это гидролиз То есть расщепление воды На молекулы Водорода И кислорода С помощью электричества Но увы На Марсе Этого сделать Мы не можем Адекватно Потому что вот Галактикрафт Не предусмотрел Эту функцию И то есть У него отключена Такая возможность В принципе У нас сейчас 224 Давайте сейчас максимум Доставим То есть это Первый слой Второй Третий И все кончилось Замечательно Максимальное количество Кислорода Которое мы можем Сейчас производить Мы добыли И получается Мы сейчас должны Каким-нибудь образом Найти способ Заполнять Вот эти вот наши Баллоны кислородом Крошему Нужно было бы Сделать себе Какие-нибудь Вот такие вот Баллоны Ну ладно Хотя бы вот такие вот Маленькие Мы должны сейчас Найти способ Заправлять Если получается Сюда Пипу нашу Поставим Как бы это Тупо не звучало Она у нас Даже с этими Трансфер пайпами Законнектится Неожиданно То есть вот эти вот Трансфер пайпы Настолько универсальные Что помимо энергии Могут еще и Кислород перевозить Но не суть По идее Мне должен Скрафтить Оксиджен Компрессор Для того Чтобы запихивать Кислород Который мы вырабатываем Прямиком В баллоны Все то Что нам нужно Здесь произвести У нас есть Кроме бронзы Но бронза Я думаю Проблем не составит Это олово И медь Три к одному Если мне не изменяет память И мы должны Сейчас успешно Это сделать с вами Бронза у нас Делаться пошла Замечательно Мы можем даже Ее отсюда Потихонечку забирать Компрессовать И скрафтить Вот этот вот Нам необходимый Инструментик Компрессор мы сделали Компрессор мы скрафтили Даже не той стороной Давай правильной стороной Размещайся здесь Как-нибудь Опа-опа-опа Оксиджин есть Энергия есть И заправляешься Заправляются наши танки Это победа Это успех Переофициально заявляю Что мы здесь Задохнемся Но не так скоро Как я надеюсь Для того Чтобы мы здесь Окончательно смогли Получается Выйти на плато По выживанию Вот эти вот Наши селеры Мы должны Нормально заправлять Кислородом Получается На всю нашу базу Текущую Нужно 5 этих штук Как я вижу По их количеству Сейчас здесь стоящим А на каждый из них Нужно по 40 Получается Кислородов В секунду То есть на все Про все Нужно 200 Кислородов В секунду Это не считая Энергии А тут энергия Не пишется Сколько потребляется Сейчас мы уже Производим Кстати между прочим Собираем 452 Оксиджена То есть я буквально Досмотрел Это просто Из того количества Вот этого Листвы Без учета Между прочим Без учета Всей заполненности Вот этого вот Нашего кислородного Кубика Это очень даже Хорошо Учитывая то что У нас здесь 3 слоя Надо сейчас еще Наращивать Нужно получается Собирать листву Деревьев И увеличивать Масштабы Производства Я думаю Основательно Мы займемся Конечно Это в следующей серии Да Этот процесс Не самый быстрый Я тут еще Пытаюсь Четвертый слой Нарастить Не знаю Зачем Ведь кислорода Который вырабатывает Этот небольшой кубик Вполне хватает Нам Я думаю То что Напоследок Нужно будет Попытаться Все вот это Безобразие Привести в порядок И реорганизовать Немного Наше производство Лава у нас Начала производиться Получается Должна сюда Энергия уже была Пойти Если бы я только Запихнул сюда Ноду Необходимую нам Все Теперь у нас Достаточное количество Здесь вот По крайней мере Температуры Кстати и кислород Появился Теперь если я вот сюда Вот его выведу Теперь у нас Получается система Замкнулась Сама по себе Кстати у нас Производит наш Магматический генератор 40 рф А не 20 Как я говорил Но мне это не важно Абсолютно не важно Потому что Это все у нас Закончится рано или поздно Поскольку Энергия у нас тоже Рано или поздно Здесь закончится И одного генератора Нам не хватает И таким образом У меня получилось Скрафтить 4 генератора Магматических С помощью которых Я думаю Здесь и производить Всю энергию Так это нужно Сделать каким-нибудь Очень странным образом Конечно Я только сейчас понял Мне нужно Трансфер нодов С энергии Сделать больше Соответственно Да ресурсов У меня хватает Притых И нужно будет В следующей серии Думать как это все Нормально производить Одна печь заработала По идее Так если у нас Поставится Две печи заработают Только не говори Что не хватает Силы наших пайпов Давай еще один И еще один Может быть Запитается И нормально У нас все Это будет работать Блин Не хват Я себя тут запер Последнее Что я хотел бы Здесь разместить Где-нибудь Компрессор Пожалуйста Разместите мне его Получается В нем Я смогу себе Заправлять Танки В безграничном количестве Факел у нас горит Значит Кислород у нас есть Я в принципе По базе хожу Без баллонов Потому что Они у меня здесь Заряжаются Да доступ Пока что К ним не самый лучший Но ладно Главное Что у нас в принципе Есть Главное Что это в принципе У нас работает И главное Что мы сейчас Не зависим от кислорода И значит То что мы сейчас От кислорода Здесь точно не умрем Ну и на таких Хороших новостях Я бы сказал Даже прекрасных новостях Будем с вами Потихонечку прощаться И заканчивать эту серию Но я думаю То что в перерыве Между сериями Я большое внимание Уделю непосредственно Тому что Буду накапливать Ресурсную базу А также Сугубо для того Чтобы в следующей серии Мы с вами начали Расширять нашу базу И наращивать Масштабы производства Ну а пока что На этом все Всем спасибо Что смотрели У микрофона был Как всегда Ваш покорный слуга Мамору Еще услышимся